Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Я Эйвен, не забудь написать комментарий больше четырех слов, если хочешь попасть в видео. А я Миша Лайк. Я Софи, приветик. А я Юмичу, подпишись на канал. Ты думаешь Юми он еще не подписался? Красная кнопка вот там внизу, скорей подписывайся, чтобы нас было два миллиона. А я Киса Алиса. И не забудь-ка влепить этому ролику лайк, если любишь челленджи. У нас сегодня будет челлендж. Выбери правильный слайм, чтобы выжил наш лизун-гигант. Короче мы типа делаем самый большой слайм на ютубе. И одновременно распаковку нового миллиона лизунов. Ань, крутая идея, поможешь нам? Спрашиваешь, Софи, конечно помогу, так и распаковка будет интереснее. Отлично, продолжим создавать нашего гиганта, только Ань, у нас тут вопрос. Эм, какой? В прошлый раз, когда мы закончили одну из распаковок, слайм был не такой большой. Ах да, точно, я забыла вам сказать. Помните те испорченные лизуны, что мы с вами замочили на ночь в кипяток? Так вот этот чужой, как вы его называете, хорошенько размок и ночью, пока вы спали, я его заблендерила. Я не стала вас лишний раз беспокоить, потому что это мучение заняло два часа. То есть получается ты потратила часть наших нормальных лизунов, чтобы при помощи блендера оживить того зомби? Эм, да, но зато благодаря этому ваш слайм стал намного больше. И как же все это происходило? Сейчас быстренько расскажу, потому что я сняла. Погоди секунду, Ань, а на Magic Family вышло то самое видео? А, ты про это, Софи? Да, то самое видео, в котором, ой-ой-ой, то самое, где мы, ну, э, а, вы про то видео? Эм, ладно, давайте ребята просто сами сходят и посмотрят, потому что это нереально объяснить. Просто оставим в описании ссылку. Да, тем более ролик там уже вышел. Давайте лучше начнем челлендж, у нас еще очень много слаймов. Короче, каждый раз будет по пять разных лизунов, и мы все вместе и Киса Лиса будем по очереди выбирать. Главное выбрать правильный слайм, чтобы наш гигант выжил. А если ты выбрал неправильный, то ты не получаешь очков. У нас будет таблица, и мы играем до пяти. Победителем станет тот, кто выберет больше правильных слаймов. Давайте начинать? Погоди, ты же обещала показать, как ты блендерила чужого. Ох, ребят, поверьте, это было тяжело. В три часа ночи, пока вы спали, я вытащила всех лизунов, которые размягчились в кипятке. Но их оказалось так много, что этот чужой был просто огромный, и полностью засунуть в блендер его никак бы не получилось. И мне пришлось разделять его на части и смешивать все постепенно. Но просто замешать их в блендере не помогало. Несмотря на то, что слаймы стали гораздо мягче, чтобы они стали совсем обычными, мне приходилось использовать нормальные лизуны и смешивать их все вместе. Но недостаточно было добавлять один здоровый лизун, чтобы получить нормальный слайм. Поэтому в ход пошел второй слаймик, и при этом в тазике оставалось еще очень много этого чужого, как мы его назвали. И вот в конце концов у меня получилось, и первый оживший зомби отправился в ваш гигант. Снова куски чужого, и снова хороший лизун. Смешивала и снова добавляла здоровый слайм побольше, и потом еще два. Иногда нужно было засунуть кучу нормальных лизунов, чтобы вылечить размокших чужих. И так я делала очень-очень много раз. Несколько часов смешивая здоровые, больные, размокшие в кипятке лизуны в блендере. Ведь мне не хотелось вас огорчать и терять столько килограмм слайма, просто выбросив их. Поэтому пришлось жертвовать, чтобы спасти этого чужого. Зато после многочасового, мучительного смешивания в блендере всех этих лизунов, я безумно устала. Но ваш гигант увеличился раза в полтора точно. Вот так вот это все происходило, пока вы спали. Вот это реально жесть. Ладно, погнали челлендж. Давайте я буду первой. И вот этот вот коричневенький. А почему Эйвен первый? Так, хорошо, сейчас мы его проверим. Кстати, да, наверное, надо идти по порядку из списка. Ну ладно, первый тур проведем так, а следующие туры пойдем по списку. Кстати, слаймик не очень оказался слишком жидким, но в нашем случае Эйвен сделал правильный выбор. Потому что такой лизун нам подходит. Да, нам будут подходить все слаймы, которые не засохли. Даже если они жидковаты. Это будет даже полезно для вашего гиганта, чтобы он тоже в конце концов не засох, пока мы его делаем. Так, раз в первом туре мы идем не по списку, следующий буду я, и я выбираю вот этот вот. Надеюсь, я сделала правильный выбор. Главное, Софи, чтобы он был не засохший. Так что, мне кажется, твой выбор правильный. Здесь у нас вот такой вот красивый перламутровый сиреневый лизунчик. Юми, не лежись. Просто, просто, просто он так вкусно пахнет. Да, я согласна, пахнет он действительно очень вкусно. Ну что ж, у Софи был шанс все-таки проиграть, потому что лизун не сказать, что идеальный, немножко резиноватый. А еще он не просто перламутровый, а у него внутри такие темно-синие блесточки. Но Софи повезло, и этот слайм не испортит вашего гиганта. Так что в этот раз ты сделала правильный выбор. Ань, по-моему, мы делаем неправильно. Должно быть всегда пять лизунов, чтобы остальные участники не выбирали из остатков. Да, Юмичу, ты права, это хорошее условие. В выборе должно быть всегда пять штук. Чур, следующая я, я выбираю вот этот, крайний, прозрачный. Отлично, Мишка, сейчас посмотрим, правильный ли ты сделала выбор. Баночка этого слайма очень красивая, на ней написано clear, то есть прозрачный, чистый слайм. И что-то мне подсказывает, что он испорчен. Ну, в нашем же челлендже правило, выбери правильный слайм, чтобы лизун-гигант выжил. Ну да, в принципе, гиганта он не испортит. Жалко, что слаймик превратился в такую жижу, а был бы очень красивый. У него даже вон там рыбка какая-то есть. Эх. В любом случае, Мишка не проиграла, я выбираю вот этот. Ага, то есть пока что у нас ничья, скоро мы начнем заполнять нашу таблицу очков. И похоже, Юмичу тоже сделала правильный выбор. Я, если честно, когда увидела цвет этого лизуна, подумала, что от него руки красятся настолько, он насыщенный и темный. Интересно, а вообще, кому-нибудь будут попадаться неправильные слаймы? Я думаю, что в любом случае у нас точно определится победитель. Это же только начало челленджа. Слаймик, кстати, очень классный. Из всех самые здоровые, из тех, что мы открыли. У него безумно насыщенный, красивый, такой глубокий фиолетовый цвет. Внутри большие пенопластинки, блестки. Он отлично тянется, растягивается, хрустит, щелкает. В общем, очень классный лизун. Я уже ваших гигант замешала, этого положим сверху. И самое главное, что он вообще не прилипает. Короче, хороший слаймик. Пока что у всех по одному плюсику, потому что никто с выбором не ошибся. Следующая киса Алиса. Ну ладно, я выбираю вот этот. И вообще, я вас всех побежду, понятно? Ты уж киса Алиса слишком-то не зазнавайся. Уверенность это хорошее качество, но не наглость. В жизни всякое бывает, посмотрим. Итак, выбор киса Алисы пал на вот такой вот белый полупрозрачный лизун в красивой баночке. Сейчас мы его достанем. Тут тоже опять рыбий хвостик. И что? Все. Вот так вот. Первый проигравший в первом туре это киса Алиса. Она выбрала неправильный слайм. И плюсиков она не получает. А лизун отправляется в тазик. А почему в тазик? А не в блендер, а? Кстати, теперь выбираю чур я и попробую вот этот. А про тазик, я забыла вам сказать, что блендер после той ночи сломался, и я отдала его в ремонт. Поэтому сейчас нам будет нечем их блендерить, и они пока что полежат на кладбище лизунов. Ого, понятно. Это уже второй блендер, сломанный лизунами за нашу историю. Софишка, хитрый ход. Почему ты выбрала баночку с надписью Алиса? Так, посмотрим, что это тут у нас. А это, похоже, даже не слайм, а слизь. А слизь нам не подходит. Так что Софи не зарабатывает очков. А так как мы играем до пяти очков, победит в челлендже тот, кто наберет либо пять, когда у всех будет меньше, либо если будет ничья, мы будем играть до того момента, как только не будет из вас одного, у кого будет больше пяти очков. Я надеюсь, я не запутала вас, нормально объяснила? Вообще-то не очень, а я все понял. Надеюсь, ребята тоже поняли условия. Ладно, слизь не подходит, Софи сделала неправильный выбор. Вот, блин, я плюсик не заработала. Не повезло, теперь выбираю я вот этот темно-фиолетовый. Итак, Эйван выбрал вот такое ведерко с надписью слайм-плюх. Не видела еще таких, посмотрим. Похоже, слаймик новенький, видимо, на это Эйван и рассчитывал. Тут очень много пенопласта сверху. О, какой красивый, что-то сегодня нам попадаются такие сочные фиолетовые цвета. Ммм, кажется, он чем-то пахнет вкусненько, виноградом как будто. Чувствуете, чувствуете? Да не, не виноградом, но вкусно. И, похоже, я сделал правильный выбор. А мне не повезло, так не честно. Не честно то, что Эйван влез без очей, Риди. Обещали же второй тур по списку. Первой была Софи, следующая Миша. Эйван мало того, что поступил не как джентльмен, так он нарушил правила. Его надо наказать и не засчитать ему этот плюс. Хм, Киса Алиса, точно, а мы и не заметили. Я считаю, что Киса Алиса права. Вот именно, Эйван. Согласна. Придется, Эйван, не засчитать тебе этот балл. Да ну вас. Раньше я не любила, когда в слаймах очень много пенопласта. А в последнее время мне наоборот очень нравится. Особенно если слаймик как этот здоровенький. Он так классно хрустит за счет вот этих шариков внутри. Слаймик действительно отличный. И это очень хорошо для вашего гиганта. Он его никак не может испортить. А только улучшить. Еще и яркости ему добавить. А то что-то как-то он у вас сероват. Так, теперь моя очередь в вот этот розовый с плачущим эмоцией. Мишка, почему ты выбрала такой грустный слайм? И зачем вообще на него наклеили такую картинку? Ну, ладно, как скажешь, это твой выбор. Посмотрим, правильный ли он. В отличие от предыдущего, этот лизун явно самодельный. Он такой баночки из-под детского питания, видимо. Сейчас я его оттуда выковырю. И боюсь, что выбор твой, Мишка, оказался неверным. Судя по всему, слайм либо засох, либо что это вообще такое? Какой-то странный слайм. Я с такими никогда не сталкивалась. Что ж, я буду его вытаскивать по кусочкам? Или сразу не поставим плюсик Миши? На месте конкурента я бы сказала, что Миша проиграла. Но все-таки, Ань, будет честно, если ты его пожамкаешь и согреешь в руках. Вдруг он восстановится. Обожаю вас за честность и справедливость, ребята. Действительно, я помяла этот слайм. И он восстановился. Только все равно он какой-то странный. Я знаю всякие кранчи слаймы, баттер слаймы. А этот слайм, как будто в нем очень много кинетического песка. Он немножко смахивает на пластилин. Но наверняка это какой-то вид слайма. И может быть, ребята знают и напишут в комментариях. В любом случае, давайте решим. Не испортит ли он вашего гиганта? Выживет ли он после такого? Общественным собранием решаем, что Мишке засчитывается балл. Спасибо, ребята. Окей, следующая выбирает Юмичу, так как Эйвон уже выбирал без очереди. Я выбираю ниндзя слайм. Отличный выбор. Посмотрим, правильный ли он. Похоже, что это новенький ниндзя слайм. И внутри прозрачный лизун. А что это тут такое сверху? Это какой-то динозаврик. Но, к сожалению, нам его придется убрать. Так как мы стараемся никаких пластмассовых предметов в нашем даже лизуне-гиганте не держать. Мало ли, какие эксперименты мы будем с ним проводить. Кстати, вы уже придумали, что вы будете с ним делать, кроме как попробовать раздавить его машиной. Ребята тоже могут свои предложения в комментарии писать. А, вот, я поняла, почему там был динозавр. Потому что это ниндзя коллекция Затерянный мир с динозавриками. Ну и как он? Что сказать? По-моему, очевидно, что ты, Юмичу, сделала правильный выбор. Ох, как же я люблю прозрачные слаймы. Они такие необычные после цветных. Настолько прозрачные, как вода. Я не знаю даже, видно ли его на камере. Разве что, как он блестит. Слаймик хорошо растягивается, к рукам не прилипает, хрустит. В общем, красавчик. Знаете, что он мне напоминает? Если вы когда-нибудь пользовались термоклеем, как будто расплавленный вот этот вот термоклей. Короче, классный лизун. Цвета, конечно, не добавит, но выбор был правильный. И поэтому Юмичу зарабатывает у нас еще один плюсик. Мы с Юминой делаем. Так, я сейчас выбираю. Стоп, Эйвен, погоди, ты опять лезешь без очереди. Сейчас же киса Алиса. Опять что ли хочешь балла лишиться? Я вот тот хочу сиреневый, который с самого краю правого. Хорошо, но в следующий раз, пожалуйста, наша киса королева, соизвольте спуститься и сделать выбор не на словах, а показать, какой слайм вы выбираете. И кажется, киса Алиса, тебе опять не повезло, и ты опять сделала неправильный выбор, и опять не заработаешь ни одного балла. И снова тебе попалась какая-то рыбка. А вот слаймик явно болен. И отправляется на кладбище Лизунов. Турнирная таблица не изменилась. Так как мы договорились играть до пяти плюсов, предлагаю сейчас провести еще один тур, а потом сделать все-таки перерыв. Так что, Софи, советую тебе сделать правильный выбор и заработать еще один плюсик, чтобы догнать Юми и Мишу. А, я даже не знаю, что выбрать, даже не знаю, что выбрать. Оранжевый, розовый, белый. Ладно, пусть будет белый вот этот посередине. Эм, да, ладно, пусть будет так. Окей, ну ты не переживай сильно, если ошиблась. До пяти еще далеко, я думаю, ситуация в таблице может еще очень сильно измениться. Но уже чувствую, ты выбрала правильный слайм, чтобы ваш гигант выжил. Дай-ка посмотреть. И я заодно проверю. Ура, кажется, в этот раз мне повезло. Ага, несмотря на то, что слаймик очень-очень прилипучий, каких обычно мы сразу исключаем. В нашем сегодняшнем случае с гигантом такие слаймы даже хороши. Потому что есть опасность, что он слишком большой и может засохнуть. Поэтому они очень помогают. И плюс он такой яркий, светленький, добавит красочности. Отлично, я догнала Мишу и Юми, ура! А у Ивана всего один плюс, а я вообще проигрываю. Ребята, можно я вне вашего челленджа просто открою вот этого вот слаймика, потому что он очень смешной. Точнее, у него баночка смешная в виде унитаза. Даже крышка как у унитаза. Это просто так прикольно, и уж очень мне захотелось его открыть. Тем более у нас все равно сейчас начинается перерыв в вашем челлендже. И продолжим мы уже в следующий раз. Посмотрим, кто из вас самый удачливый. А ребята, пишите в комментариях ваше предположение, кто победит. А вот я явно невезучий человек. Увидимся скоро в продолжении челленджа. А ты иди скорее смотри наше новое видео на канале Magic Family. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok